Несмотря на обещания мэра Геннадия Труханова ничего не возводить на территории бывшего лагеря Антарктика, здесь продолжают строить отельный комплекс и активно продавать квартиры. Еще в марте прошлого года на этом участке спилили 150 деревьев и уже установили забор, за что виновник поплатился штрафом в 385 тысяч гривен. Правда, до сих пор вместо срубленных деревьев новые так и не высадили, как и было обещано. По информации Гордепартамента коммунальной собственности, владельцем строений является депутат Татарбунарского райсовета Валентин Могильников. Однако прав собственности на участок у него на тот момент не было. Известно, что на территории бывшего лагеря Антарктика застройщик установил маф, офис продаж и начал продавать квартиры. Несмотря на то, что в документах указано строительство отельного комплекса, здесь начали продавать жилье. При этом на сайте Управления архитектуры и градостроительства указаны градусловия на берега укрепления и строительства подпорной стенки. Об отеле ничего не сказано. Как пишет ряд СМИ, полным ходом идет стройка первого дома и подземных этажей. При этом депутат Валентин Могильников начал строительство еще до получения всей необходимой документации. Местные жители опасаются выступать против застройщика. Они возмущены соседним новоделом. Более того, жильцы уверены, что застройщик рассчитывает на более масштабное строительство, чем указано в документе. Два семиэтажных корпуса с подземным паркингом. Хотя, согласно генплану, эта территория обозначена как зона отдыха и оздоровления. И жилья на этом участке быть не может. А вот документов, подтверждающих разрешение на строительство, местные жители так и не увидели. Известно, что в марте прошлого года ГАСК зафиксировал самовольные подготовительные работы. Застройщика оштрафовали. В сентябре его снова привлекли к ответственности за строительство подборной стенки. А разрешений все нет. Как сообщили в ГАСКе, могильников зарегистрировал уведомления о подготовительных работах лишь в январе. Исполняющий обязанности начальника управления Александр Авдеев подчеркнул, что инспекторы выйдут на проверку.